Мы на протяжении двух дней очень много и активно обсуждали проблему обострения. И ни один из сегодняшних эффективных препаратов, он не оценивается без его влияния на обострение. Это интегральный показатель и тяжести в течении заболевания, и прогноза, и ущерб оттокачественной жизни и так далее, и так далее. И данные, напоминаю данные исследований ГИП, с большой конкордой пациентов, с разными стадиями ПАОЗЭЛ, которые вчера обсуждался в нашем исследовании, показал, что есть такой фенотип с частыми обострениями. Это уже выделенный фенотип именно с частыми обострениями. По мере увеличения тяжести ПАОЗЭЛ частота и тяжесть обострения возрастает. Также этот фенотип стабилен с течением времени. То есть обострения случаются и тяжелые, и легкие, и средние степени тяжести, как на второй, так и на третьей, так и на четвертой стадии заболевания. Он может легко выделить этот фенотип при самонаблюдении пациента. То есть врачу легко работать с этим фенотипом и применить лечение, направленное именно на борьбу с этими обострениями. Больше всего и эффективнее всего можно у пациентов, у больных с этим фенотипом частых обострений с полеваниями. Больные с частыми обострениями. Что происходит с ними? Ниже качество жизни. Чаще в анамнезе гастроэзопатальных рефлексов. Тоже мы говорили. Инфицирование. И в следствии, то есть не только инфицирование, но и оживление, колонизирующие дыхательные пациенты в результате гастроэзопатального рефлекса. Приводит к тому, что обострения эти чаще при ХОЗЛ, чем при какой-либо другой патологии. Лейкоциты. Не нейтрофилы именно, а подъем содержания лейкоцитов. Получает эффективное обострение. И оно увеличено, эти обострения, у пациентов с низкой проходимостью гастроэзопатального рефлекса. Но фенотипы существуют во всех стадиях. И больные, у которых частое обострение, то есть фенотип с частыми обострениями, и фенотип с отсутствием или резких обострениями, очень стойкий фенотип. То есть в своей практической работе мы можем выделять именно больных с частым фенотипом. И в первую очередь назначать им очень интенсивно те методы лечения, которые помогают в лечении обострения. И если говорить о влиянии холинолитиков, а вообще о холинолитических препаратах, пролонгированном холинолитике, то он доказан, во всех исследованиях, которые проводились в связи с изучением этого препарата, обязательно обсуждался вопрос обострения. А обязательно обсуждался вопрос о том, что они эффективно снижают обострения. Как при второй, так и при третьей и четвертой стадии заболевания. Он предупреждает даже прогрессирование болезни и вообще инициацию этих обострений. И что очень важно, что разработчики этого препарата и ученые, которые занимаются проблемой ПОЗ, проверили специальное исследование по последние годы, которое посвящено исключительно обострениям. То есть в преддверии выделения этого фенотипа проводилась большая научная работа. Именно холинолитики были пионерами в создании вот такой конкурирующей среды для своего препарата, удачной для него, в связи с обострением. То есть на сегодняшний день эта доказательная база огромная, большой популяции лиц. И мы проанализируем результаты исследований в связи с обострением и применением холинолитика. Значит, если мы говорим о влиянии вообще этой теме обострения, если говорить о большей популяции вообще, то исследование европейского общества показывает, что при легкой форме ПОЗЛ, при умеренной тяжести ПОЗЛ, мы видим показатели обострений в годовом исчислении. Есть такие у пациентов, у которых 0, есть 1, 2, то есть до 0, до 1, то есть легкое обострение. И есть такие, у которых 2, 3, 4, 6 и даже 8 обострений в год, даже при легкой станции течения заболеваний. У пациентов с умеренной тяжелой формой ПОЗЛ по существующей классификации все-таки больше, большая часть, это обострения частые. 1, 2, 0, почти нет, 2, 3, 3, 4, то есть чаще будет, большая частота возрастает обострения. И здесь доказано, что она увеличивается по мере угнетения функций легких. То есть никто не исключает при анализе больных и общей характеристикой больных ПОЗЛ такой показатель, как ОФВ1, характеризующий протеальную абстрактуруцию. Мы только говорим в свете новых данных, что это недостаточно, но никто не отказывается от применения этого показателя в инспекции заболевания, потому что он по-прежнему работает. К чему приводит обострение? Вот это клеймо ХАУЗЛ, это снижение, постепенное снижение, ускоренное снижение по сравнению со здоровыми, не болеющими ХАУЗЛ, снижение функций легких в долговременном аспекте. Ну и Иван Иванович себя говорил, что, и тоже еще раз акцентирую на это внимание, что человек стареет, даже сам процесс старения тоже приводит к падению функций легких. Мы всегда соотносить должны меру ущерба от естественного процесса старения и от самого ХАУЗЛ. Но в связи с этим хочется сказать, что ХАУЗЛ это не только пожилые старческого возраста люди. ХАУЗЛ встречается и при анамнезе интенсивного курения, в частности, или не только профессиональной верности, или недостаточности АЛЬБА-1, это трепсимус, может встречаться в достаточно молодом возрасте относительно, а в всяком случае после сорока, тогда еще старение не так выражено. И поэтому очень важно найти такие препараты, найти такие средства лечения, которые все-таки замедлили падение, причиняемое не старостью, не возрастом, причиняемое ХАУЗЛ, замедлили падение ХАУЗЛ, потому что падение, резкое падение тоже выделяется в отдельный тренотип. Если у нас обсуждается вопрос о выделении такого тренотипа, если у нас падение отверсток или более миллилитров в год, то это уже рассматривается как отдельный тренотип, потому что нужно узнать, почему у меня такое стремительное падение. Тоже сейчас не случается, и вот так большие возможности существования такого отдельного тренотипа. Мы видим, что частное обострение приводит к снижению ОКВЛ-гив, связь обострений с падением функций. Это очень четко прослеженная связь. Также влияет обострение и на гиперинфляцию, на развитие прогнозирования и развитие МФЗ. Не верхний долевой, генетически обусловленный, а вообще их из-за млёгких. Потому что какая-то гиперинфляция существует уже в ХАУЗЛ, как доказано последними сериологическими работами, уже даже на второй стадии заболеваний. То есть не только падение функций ёрких происходит ускоренное под воздействием обострений частости, но доказана связь, и гиперинфляция тоже увеличивается при частных обострениях. Неоднократное обострение увеличивает период поставления качества жизни. Вот обострение случилось. И общая оценка качества жизни. Шестимесячное проспективное исследование. Антибиотикотерапия после обострения. Наблюдение в течение 26 недель. Контроль пациентов, которые продолжали участие в исследовании, в указанный момент времени. И вот те у них были с последующим облезами, с обострениями или без новых обострений. То есть мы видим, если обострение повторяется, что достоверно драматически падает качество жизни. Влияние обострения оказывается на больного, на популяцию больных на УЗЭУ, независимо от того, где они наблюдаются. А мы знаем, что больные, амбулаторные больные, они наблюдаются по поводу не тяжелых обострений, которые только требуются в общей практике. В общем, по идее, если это не какие-то аптеки, не какие-то такие вещи, о которых вы знаете, что просто ложатся в больные, в стационар без особых показаний. Если так объективно оценивать ситуацию, то амбулаторно должны лечиться те, у кого во время обострения требуется только увеличение или изменение дозы бронхолитиков. Если это средние тяжести обострения, то обычно назначаются антибиотики или кортикостероиды. Но если это назначаются антибиотики, кортикостероиды, падает значительно функция легких, тогда эти пациенты ложатся в стационар. И даже бывают пациенты на отделении интенсивной терапии. И мы видим, будь то амбулаторные пациенты, неэффективность лечения обострений 13-33%, пациенты, то есть базиского лечения пады, пациенты отделений терапевтических, рецидив повторной, то есть скорой помощи, отделения неотложной терапии. Рецидив повторное обострение 22-23%, госпитализированные проценты приводят к большой больничной смертности, то есть большая больничная смертность этих пациентов. И тоже у пациентов с отделением интенсивной терапии, где применяются уже умогательные вентиляции, кислородной терапии, большой массив медикаментов. Тоже большая смертность в этих отделениях. Какое же влияние госпитализации по причине обострения самой госпитализации, то есть это тяжелые больные, на продолжительность и выживаемость, на продолжительность жизни этих пациентов. Мы видим, что 83% вовремя первой госпитализации исследования. И дальше последующие, продолжающиеся наблюдения показывают, что последующие наблюдения в последующие дни после таких тяжелых обострений этот процент стремительно нарастает. То есть каждое обострение способствует падению общего статуса здоровья, которое чревато даже смертельными исходами. И рост показателей смертности на фоне обострений, анализ по чистоте, мы видим, вероятность выживаемости при этом без обострений и с обострениями 3-4 обострения совершенно разная. То есть чем больше обострений, тем хуже. Теперь в отношении риска развития инфаркта. Почему об этом говорить? Или инсульта. Почему об этом уделяется большое внимание? Потому что в литературе и в жизни, когда умирают больные с ХАОЗЛ в острых ситуациях, часто им не ставят диагноз ХАОЗЛ как причину смерти, а ставят диагноз инсульта или инфаркта. То есть сосудистые токоскороны. И даже говорят по этому поводу, что больные ХАОЗЛ не умирают. Я имею в виду, не говорят, а в научных статьях публикация пишется такое, что больные от ХАОЗЛ не умирают от недостаточности дыхательной, а умирают от недостаточности кровопречения. Но это как показывает более углубленный взгляд в проблему, не совсем так. Здесь показано, что для людей пожилого возраста у них может встречаться сердечная проблема, сердечно-сосудистая система. То есть они могут встречаться у них в стабильном периоде, вне обострения. У больного ХАОЗЛ может быть инфаркта. У него может сопутствующая картиопатология, потому что это возраст, это системные эффекты и так далее. И мы тоже хорошо знаем, что в том возрасте, когда очень бурно развертывается ХАОЗЛ, у больного не бывает одного заболевания. Как правило, у этих пациентов два или три заболевания. Это реальная картина не только в нашей стране, но и в мировой практике. И если у него возникает обострение, истинное обострение по поводу ХАОЗЛ, обострение ХАОЗЛ, то если обострить, доказано проведенной работе, которая показывает, что в то время начинается истинное обострение ХАОЗЛ. У больного в этот период есть вероятность повышения воспаления. В частности, фибриногена и интерлегина-6. То есть это медиаторов воспаления, которые у предрасположенных пациентов заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к развитию, к риску развития, очень высокому риску, в течение 5-5 дней после начала терапии этого обострения, возникновения инфаркта. А в течение 40 дней, 49 дней, трех недель наблюдения, критичные они являются, для возникновения инсульта. То есть для эстетических, для таких сосудистых осложнений. Это, по сути, осложнение обострения ХАОЗЛ. Но в эпикризах, если случается смертельный исход, и так далее, в статистике уже не регулирует ХАОЗЛ, как причина смерти обострения ХАОЗЛ, а регулирует другая причина. И вот это явление встречается довольно часто. Поэтому всегда мы должны очень серьезно относиться к обострению тяжелому, неделюхому, особенно тяжелому, и профилактировать тяжелое обострение, уже начиная с первого дня лечения. И предлагается, когда мы имеем дело в пациенте с тяжелым обострением, отсветить его кардиососудистую патологию, которая базисто присутствует, или исследовать вот такие параметры воспалительной клиники, исследовать сатурацию, то есть определиться, как тщательно исследовать больного, провести хорошую диагностику и сочетать нашу интенсивную терапию по поводу ХАОЗЛ с профилактикой возможных обострений. Для того, чтобы статистика эта не была такой печальной. Еще очень важный аспект. Какие бы ни были обострения, тяжелые, легкие, средней степени тяжести, это огромный экономический ущерб. У нас не проводятся эпидемиологические исследования в связи с ХАОЗЛ, в силу экономических условий, возможно. Но, наверное, ограниченные фитофопуляции надо проводить, и мы намерены это делать, согласуясь с теми возможностями, что мы имеем на сегодня. Ну, в мире такая статистика очень ведется учетно. И видите, какие огромные потери при всех формозаболеваний в долларовом отчислении. Стоимость госпитализации определяет затрат на лечение тяжелого обострения. То есть обострение ХАОЗЛ возникает на всех стадиях заболеваний, ускоряет снижение функций легких, продлевает время до восстановления симптоматики и связанной со здоровьем качества жизни к уровню до обострения. А часто никогда не возвращаются эти показатели до того уровня, который были до обострения. Снижает физическую активность. Это очень важно, эти проценты. Приводит к увеличению нагрузки на систему здравоохранения и приводит к росту смертности. Как же быть с этим фенотипом частных обострений? Есть два сценария предполагаемых. Один, при фенотипе ХАОЗЛ с частными тяжелыми обострениями кластерный анализ показал, что есть неподоприятный прогноз, связанный с часто повторяющимися и тяжелыми обострениями. И он более реалистичен, исходя из тех данных, что мы слышали. А есть другой, более благоприятный прогноз. Переход из одного кластера в другой. Как и почему, предстоит узнать. Но уже сегодня, даже работая с этой тяжелой популяцией больных в плане эффективности лечения и прогноза, мы должны использовать тот опыт по предупреждению, эффективному лечению обострений, которое уже сегодня есть с использованием высокоэффективных препаратов, которые есть на рынке во всем мире, в том числе и в нашей стране. И в этом плане себя очень показывает хорошо препарат театропиума броми спирива. Это исследование АПЛИК, в котором показано. АПЛИК, это 4-летнего наблюдательного или из ЛИЧС, с андомизированного исследования, с использованием в качестве базисной терапии всего арсенала тех рекордственных средств, которые применяются. Это не базисная, это контрольная группа. А вот театропиума броми добавлялся к этим препаратам. И мы видим, что только при соединении от театропиума ингаляционным стероидам и бронхолитикам другого вида в это два органиста, которые пролучали больные базисно, дает дополнительный потенцирующий эффект. И это видно, что вероятность обострения, относительный риск развития обострений при этом падает, когда у тяжелых больных проводится комбинированная терапия с включением в нее театропиума. То, что театропия снижает количество обострений, доказано и мета-анализа. Видите, очень большое количество исследований на протяжении предшествующих лет всегда пользуют уменьшение относительного риска развития обострений, когда применялся в лечении театропиума. Еще очень интересно, что не просто обострения, а тяжелых обострений с использованием госпитализации. В этих исследованиях госпитализируются, может быть, у нас в стране, я повторяю, госпитализируются и легкие больные иногда, и в статистике их трудно учесть госпитализацию как критерий тяжести обострения. То в этих исследованиях в мире госпитализация строят очень дорого, и госпитализируются больные по истинным показаниям, которые нужны для госпитализации. Это тяжелые больные, которые требуют либо назначения антибиотикотерапии, либо сочетать эволюционных стероидов, или сочетание этого вида терапии, или применение интенсивных методов лечения, включая кислородную терапию, вентиляцию и т.д. Очень много усилий и средств требует госпитализации. И мы видим, что необходимость госпитализации при обострении всегда уменьшается, не всегда, но в большом количестве случаев, в подавляющем количестве случаев уменьшается и так вводится в лечение этот препарат, театропия маврамилия. Теперь, если рассматривать данные по подгруппам пациентов, в общей подгруппе пациентов польза театропия неоспорима на большой популяции больных. В разных возрастных группах она тоже предпочтительна. В курении сейчас, в настоящее время, у пациентов, которые курят одновременно со своим заболеванием, если они не курят, польза меньше. А если курят, то еще больше. То есть, мы все равно это всегда в положительной стороне. ОПВ-1. ОПВ-1 незначительно меняется, потому что это же показатель не столь динамичный у этих больниц. Прием антибиотика, использование кислорода, прием ангаряксистероида, прием бета-поагониста, прием теофилида, всегда лучше, их количество уменьшается, соотношение шансов для театропия всегда в пользу для театропии. Теперь вот от исследований поэта, о котором я говорила. Здесь напрямую связаны два бронхолитика длительного действия. Театропии и сальмитерол, в этот баагонист и холинолит. И мы видим, что снижение риска вероятности обострения ХАОЗЭЛ в пользу применения театропии. Это определяется по времени возглавления и назначения следующего события. То есть чем дольше мы отсрочим следующее обострение, хотя обострение ХАОЗЭЛ это неизбежный процесс. Мы полностью их ликвидировать не можем. И мы очень подробно вчера говорили почему. Это тоже одно из таких характерных черт это заболевание. Но отсрочить, сделать более реже, сделать эти обострения менее тяжелыми, это пассивная сегодня задача. Театропик здесь, как показывает, в этом исследовании снижал и количество обострений по сравнению с сальмитеролом. И если все обострения снижались достоверно, умеренные обострения снижались с меньшей степенью вероятности, хотя тоже достоверно, а тяжелые обострения снижались очень эффективно. Применение стероидов. Анализ применения стероидов. Снижение обострения на поле и театропе у больных в применяемой стероиды и антибиотики. Если обострение купила у части пациента, больные более чем с одним обострением... Извините, что это такое? Какие-то вопросы есть? Простите, а то мне трудно говорить. Я уже устраю. Обострение купируемой антибиотики при назначении театропиума достоверно меньше. Количество обострений на пациента в год достоверно меньше при применении театропиума, чем при применении сальмитерола. Обострение, которое потребует купирование применения стероидных гормонов, достоверно меньше при применении театропиума, чем при применении сальмитерола. Меньше и достоверное количество обострений на пациента в год. Видите, везде цифры достоверности. Это очень показательная таблица. Отмена ингуляционных кортикостероидов. Вызывала она повышение количества обострений или нет? И здесь показано, что тоже были данные в пользу театропиума. То есть принимали ли больные ингуляционные кортикостероиды или нет, все равно театропиум оказывал свое преимущественное положительное действие. Вывод из этого исследования можно сделать следующий. Театропиум снижает количество рисков обострений, а также обострений с необходимостью госпитализации. Эффективность театропиума более, чем эффективность саниметерола. Хорошая переносимость. Побочные явления согласовывались с хорошо установленным положительным профилем безопасности этого препарата. Выбор оптимальной поддерживающей терапии с самого начала лечения может улучшить исход заболевания. А мы знаем, что эти препараты рекомендуется начинать с учетом данных исследований АПРИВ, с учетом данных исследований ПОИД, других исследований. И с учетом существующих рекомендаций ГОЛД нужно начинать разом. Если на второй стадии заболеваний, на третьей, они могут быть эффективными в монотерапии, они могут быть эффективны в участии больных. И на третьей стадии заболеваний могут эффективно работать и в комбинации с другими препаратами, которые рекомендуются при тяжелом течении АУЗ. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...